Следующего рецидента я приглашаю на сцену. Это Валерия Холодкова, и она будет оценивать речь Антона Бойки. Уважаемый эксперт по общей оценке, Антон. Хочу, надо. Так редко мы ставим союз «и» между «хочу» и «надо». Но много чаще мы ставим «не хочу, но надо». Поэтому огромное спасибо тебе за эту тему, которая как нельзя лучше отражает тему общей встречи, мотивацию. Честно сказать, явно лучшее название для своей речи. Наверное, я даже не придумала. Твоя речь — это повторение, точнее даже сказать улучшение предыдущего проекта. Это второй проект, нацеленный на то, чтобы сделать твои навыки арабских выступлений лучше. Поэтому я сегодня буду говорить о том, что у тебя в речи было оптимально и прекрасно, а также о том, что, может быть, можно было бы улучшить на основе предыдущих оценок. Итак, твой первый и огромный плюс — это, конечно же, структура. Что есть структура? Это вступление, завязка, кульминация, какие-то выводы, мораль, заключение. Могу сказать со всей ответственностью, что структура у тебя отлично выдержана. Мне очень понравилась персональная часть, в которой ты рассказывал истории, которые помогли нам понять, собственно, всю завязку и всю проблематику этого выражения «хочу и надо» и союзов, которые мы между ними стали. Мне очень понравилась история про камни и море, про Эльбрус и ту логику, которую ты вынес из этих историй, чтобы мы не чувствовали противопоставление, хотя оно было в своей истории, а почувствовали связку и как можно дойти до того, чтобы хотеть и чувствовать необходимость этого совершения, этого поступка. Это было просто замечательно. Мне очень понравилось, что ты использовала яркие, я бы даже сказала, вкусные слова. Я бы, наверное, чуть-чуть бы докрутила бы эти истории, потому что горячие камни, шершавые, теплое море, которое шумит внизу, может быть, даже больше каких-то интересных эпизитов, чтобы мы погрузились в эту историю и почувствовали себя ее частью. Что я бы хотела посоветовать тебе улучшить в это выступление? Ты выбрал достаточно сложную направленность. Есть речи информативные, есть речи вдохновляющие, мотивационные. Ты выбрал самую сложную – мотивировать нас мотивирующей речью. Что мне здесь не хватило – это прочувствование и примеривание этих историй на себя. Мне было очень интересно слушать, как ты преодолевал эти препятствия. Но мотивировать меня проще, если попробовать поставить меня в свое место, на вот эту историю, на эту скалу, к этому морю. Поэтому вторая часть твоих выступлений, в твоей речи, где ты рассказывала нам три шага, почему, собственно, ты логически пришел к этой мысли, я бы превратила эту вторую часть в истории для меня. Какие-то коротенькие, яркие фразы, где я бы почувствовала в себе уверенность, или привыкание, о котором ты говорила, или любознательность, о которой ты тоже упомянул. Этого мне, наверное, немножко не хватило. Чтобы подытожить достаточно качественный, достойный твой проект, хочу еще раз упомянуть о том, что структура у тебя прекрасна. Используй больше вкусных эпитетов, чтобы затянуть нас в свою историю. И постарайся каким-то образом затянуть нас в свой рассказ, чтобы мы замотивировались и пошли за тобой еще дальше. Спасибо. Мне кажется, с Валерией можно брать пример по структуре речи. И под то, на то, как она с самоотверженностью обратную связь всегда дает. Я это много раз испытывала на себе. И сейчас мы увидели на примере обратной связи для Антона, что я заметила и что я могла бы дать вам рекомендацию. Я сейчас видела, что ты работала в основном с Антоном. И мне кажется, что, по крайней мере, я почувствовала, что мне не хватило. То есть мы же здесь все сидим и слушаем речи, слушаем рецидентов. И можем каждый что-то для себя взять. Возможно, в следующий раз было бы здорово работать так же и для многих дополнительных. Ну, немножко не уважились во время пота. Рециденты, как всегда, прекрасны.